Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве, о результатах нашей работы и об итогах недели. Тем более, что неделя выдалась действительно тяжелой. Все мы ощутили на себе ту непогоду, ту стихию, которая была в Одессе. Хотелось бы рассказать о том, как мы действовали, что мы делали, об алгоритме наших действий в целом. Мы уже говорили о том, что созданы схемы санитарной очистки города, есть схема по уборке города от снега, есть схема по посыпке города, четко расписаны маршруты. И создавая эти маршруты, чем мы руководствовались? В первую очередь это магистральные улицы города, которые обеспечивают жизнедеятельность города, чтобы люди могли добраться до рабочих мест, до больниц, до железнодорожных вокзалов, школ и так далее. То есть, чтобы жизнь города не останавливалась. Чтобы в городе мог нормально функционировать общественный транспорт. Чтобы были нормальные подходы к остановкам, школам, больницам и подъездам. К тем самым школам, больницам. Также, безусловно, важный момент это доступ к полигону, то куда мы вывозим наши бытовые отходы, чтобы город в результате стихии не был засыпан мусором. И уже потом, безусловно, мы занимаемся расчисткой второстепенных улиц и тупиковых улиц. Какими же были наши действия? Согласно этого алгоритма, уже во вторник вечером, ожидая затяжную стихию, уровень это который был самый высокий, ну красный. Кто не знает, может это погуглить, что это. То есть, в общих чертах хочу сказать, что за 48 часов в Одессе выпало 60 миллиметров осадков на метр. А это в полтора раза выше месячной нормы. И все это в сопровождении сильного ветра и гололеда. Намерзание на контактной сети, на линиях электроснабжения и на деревьях. Что, безусловно, это повлекло за собой это падение деревьев, более 800 единиц. Это аварии на линии электропередач и на линиях этой контактной сети. В результате того, что мы четко выдерживали установленный алгоритм, вся техника работала по ранее установленным маршрутам. Все сотрудники знали, где и когда, на каком месте им надо находиться и что им надо делать. Мы добились того, что город не остановился ни на минуту. Все магистральные дороги были расчищены и поддерживались в таком состоянии до того, пока не закончились в городе осадки. Все основные пешеходные части тоже расчищались и посыпались. Все подъезды и подходы к больницам были очищены. И машины скорой помощи, машины ДСНС могли спокойно доезжать до пункта назначения. В городе работали все магазины. Нормально в эти магазины подвозился товар. То есть снабжение в городе было налажено в полном объеме. Также ни на секунду не останавливался общественный транспорт. Там, где были порывы контактной сети, мы это компенсировали подачей дополнительных автобусов. И в целом не было в городе какого-либо катаклизма. То есть все пассажиры утром и в часы пиковой нагрузки нормально могли доехать до рабочих мест и вернуться вечером назад. Более того, на улицах города не было заторов. То есть это тоже говорит о том, что улицы были достаточно хорошо почищены. Основные улицы, магистральные. После того, как осадки уже остановились, мы основные наши силы перенаправили на второстепенные улицы, на тупиковые улицы и на межкварталки. То есть туда мы уже завели большую технику, туда мы завели дворников. И туда мы завели те дополнительные силы, с которыми нам это помогли как бизнес, так и наши военные. За что им тоже отдельное спасибо. Зайдя во дворы и в наши межкварталки, мы начали системную уборку там. Такой наш подход, такой наш алгоритм действий, это показал, что он достаточно эффективный даже в условиях такой стихии. Этот снегопад и тот, который был немного ранее, свидетельствует о том, что с нормальной системной работой город можно вычищать вовремя, город можно поддерживать в нормальном рабочем состоянии и не останавливаться, как я уже говорил, не на минуту. А значит в дальнейшем, в любых таких стихийных ситуациях мы будем держаться именно такой рабочей модели, именно такого алгоритма. И под финал о хорошем. На этой неделе состоялось назначение нового руководителя департамента на транспорте. Было подписано распоряжением городского главы и им стал Сергей Тетюхин. Сергей Тетюхин не новый человек в Одесском горсовете. До этого он работал в департаменте экономического развития города Одессы. У него достаточно большой опыт в этой работе с международными финансовыми организациями. А это очень важно в современном развитии общественного транспорта, так как в основном это работа с ЕБРР, с ЕИП, то есть Европейский инвестиционный банк. У него достаточно системный и серьезный подход в организации работы. И он знаком хорошо с этой работой с департаментом транспорта, так как он непосредственно участвовал в жизни этого департамента, когда мы работали с европейскими банками по маршруту Север-Юг и по покупке новых 47 БКМов, которые были закуплены в Одессе совсем недавно. Уверен, что с его системным подходом наш как общественный транспорт, так и в целом департамент получат очень много новых, это положительных решений, которые смогут сделать жизнь города намного комфортнее. На этом на сегодня, наверное, все. Надеюсь, я смог ответить на многие вопросы. Если нет, задавайте дополнительно. Видимся через неделю. Как всегда, до новых встреч. Продолжение следует...